Три стадии влюбленности Влюбленный проходит три стадии, начальную, среднюю и конечную. На начальной стадии он обязан отталкивать страсть всеми возможными способами, если соединение с объектом невозможно в силу каких-то обстоятельств или запретно с точки зрения шариата. Если же он ничего не смог поделать, и сердце его все-таки отправилось в путь к объекту его любви, то есть он вступил в среднюю стадию влюбленности, за которой следует конечная, то он должен скрывать это и никому не говорить об этом, и не вздыхать по объекту своей любви, позоря его перед людьми, а иначе он может дойти до предавания Аллаху сотоварищей, ширк, сопряженного с несправедливостью. А несправедливость в этом относится к самым страшным видам несправедливости и может причинить объекту любви и его близким больше вреда, чем притеснение имущественного характера. Ведь влюбленный, выставляя на показ свою любовь, делает объект своей любви темой для сплетен, причем люди разделятся на тех, кто поверит им, и тех, кто сочтет их ложью. Но большинство людей верят таким сплетням. Им достаточно малейшего повода. Стоит кому-то намекнуть на существование связи между двумя, как ему не верит один, а верят 999. А когда сам влюбленный говорит об этом людям, то тут уж ни у кого не остается сомнений. И даже когда объект любви сам рассказывает о существовании подобной связи, возводя ложь и клевету на кого-то, люди верят его словам и не подвергают их сомнению. Более того, если эти двое случайно встретились в каком-то месте, окружающие будут уверены, что они договорились о встрече заранее. Словом, люди верят в подобных случаях предположениям, измышлениям, ложным утверждениям, необоснованным и лживым сообщениям так, как если бы они сами слышали и видели все это. И благую и причистую любимицу посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оправданную из-за семи небес, оклеветали на основании того, что ее привез двигавшийся позади всех Сафван ибн аль-Муатталь. Клевета эта погубила некоторых, и если бы Всевышний Аллах не оправдал ее, не защитил и не сообщил о том, что оклеветавшие ее лгут, то все было бы совершенно иначе. Таким образом, когда охваченный страстью распространяется о своей любви к тому, с кем ему запрещено иметь какую-либо связь, то это несправедливость по отношению к объекту любви и покушение на него и его близких, поскольку для многих людей это становится подтверждением их подозрений и скверных предположений в отношении данного человека. Если же влюбленный обращается за помощью к тому, кто с помощью прельщений либо угроз должен уговорить объект любви пойти на сближение с влюбленным, то несправедливость становится еще больше и распространяется еще дальше, а этот посредник становится сводником, творящим несправедливость. Таким образом, влюбленный и посредник помогают друг другу в притеснении объекта любви и всех тех, без притеснения кого в том, что касается самого человека, его имущества и чести, невозможно осуществление их цели. Ведь порой для достижения цели требуется совершить убийство того, кто является препятствием для ее достижения, и сколько мужей, хозяев и родственников погибли по этой причине, и сколько жен настроили против мужей, и сколько невольниц и невольников настроили против их господина. А ведь посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, проклял того, кто поступает, так и отрекся от него. И этот поступок относится к числу наиболее тяжких грехов. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Не имеет к нам отношения тот, кто испортил чью-то жену или невольника», передали Абу Дауд, Ахмад. Если пророк, мир ему и благословение Аллаха, запретил мужчине перебивать сватовство или торговлю своему брату по вере, то что говорить о том, кто старается разлучить его с его женой, дабы самому вступить с ней в связь. Охваченные запретной страстью и их помощники-сводники не видят в этом ничего дурного. Абдуллах ибн Омар, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Пусть никто из вас не сватается к женщине, которой уже посватался его брат по вере, и пусть никто из вас не перебивает торговлю своему брату по вере, кроме как с его разрешения», передал Абу Дауд. Если охваченный запретной страстью стремится вступить в связь с женщиной, у которой уже есть муж или господин, то он берет на душу грех несправедливости, который не менее тяжек, чем грех прелюбодеяния, а может оказаться еще и более тяжким. Если человек раскаивается в совершенном прелюбодеянии, это не снимает с него обязанности соблюсти право притесненного им человека, ведь покаяние обеспечивает соблюдение прав Аллаха, тогда как право его раба остается, и он может взыскать с него в судный день. Если он поступает несправедливо с отцом, порти его отпрыска, который для него дороже его самого, и с мужем, порти его любимую, и совершая преступление на ложе его, то это большая несправедливость, чем отобрать у них все имущество, и это наносит человеку большую обиду, чем присвоение кем-то его имущества. Для него это сравнится разве что с кровопролитием. Это несправедливость, которая является даже более тяжким грехом, чем собственно прелюбодеяние. Если же это прелюбодеяние совершается в отношении сражающегося на пути Аллаха, то в судный день преступника поставят перед ним и будет сказано, возьми из его благих деяний, что пожелаешь. Об этом нам поведал пророк, мир ему и благословение Аллаха. Он сказал, и что вы об этом думаете, то есть, как вы думаете, оставит ли он ему что-нибудь из его благих деяний. Если же тот, с кем преступник поступает несправедливо, является его соседом или родственником, то это еще большая несправедливость, ведь это разрыв родственных связей и причинение вреда соседу. А посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, не войдет в рай, порывающий родственные связи, передали Аль-Бухари муслим. И не войдет в рай тот, чей сосед не находится в безопасности от его зла, передал муслим. По словам Ан-Навуи, согласно одному из мнений, эти слова означают, что он не войдет в рай вместе с первыми входящими туда, а будет наказан тем, что будет задержан настолько, насколько Всевышний Аллах пожелает его задержать. Приводит Ан-Навуи в шарх сахих муслим. Если же человек ради вступления в связь с объектом своей любви прибегает к помощи шайтанов из числа джиннов, посредством колдовства или иными путями, то к предаванию Аллаху сотоварищей, ширк, и несправедливости, зульм, он прибавляет еще и неверие, которым является колдовство. И если даже он не станет делать это сам, но одобрит это, то он одобрит неверие, не видя ничего зазорного в том, чтобы достигать своих целей таким путем. А это недалеко от неверия. Словом, взаимопомощь в подобном деле это взаимопомощь в грехе и вражде. Если говорить о распространяющейся и наносящей людям вред несправедливости, который сопровождается достижение влюбленным своей цели, то это нечто очевидное. Ведь поистине, когда влюбленный достигает своей цели и вступает в связь с объектом своей любви, у того тоже есть некие цели, которых он надеется достичь с помощью этого влюбленного. Тот, разумеется, соглашается, поскольку не видит иного выхода. И так они помогают друг другу в грехе и вражде. Объект любви помогает влюбленному поступать несправедливо с теми, кто связан с ним, его близкими, родственниками, господином или мужем. А влюбленный помогает объекту своей любви притеснять того, кого необходимо притеснить, ради достижения объектом любви его целей. Таким образом, оба они помогают друг другу достигать целей, сопряженных с притеснением людей, и результатом становится вражда и несправедливость. Оба они поступают отвратительно, помогая друг другу в несправедливости. Давно уже сложилась традиция, согласно которой влюбленные помогают объектам своей любви в том, что является несправедливостью, выходом за границы дозволенного и проявлением вражды. Так порой влюбленный помогает объекту своей любви занять пост, которого он вовсе не достоин и который не подобает ему, или заполучить имущество, которое не дозволено ему, или же в превознесении над другими. И если объект любви ведет тяжбу, или вступает в противостояние с кем-то, то влюбленный непременно будет на стороне объекта своей страсти, вне зависимости от того, притеснителем он является, или притесненным. Сюда следует добавить и несправедливость, которую охваченной страстью совершает по отношению к людям, и схитряясь, чтобы присвоить их имущество, и таким путем подобраться к объекту своей любви. Это может быть воровство, захват имущества, вероломство, ложная клятва, разбой на дорогах и так далее. Дело может дойти и до убийства человека ради того, чтобы забрать его имущество и с помощью него добраться до объекта любви. Все эти и многие другие беды следствия запретной страсти к творениям. Она может довести и до явного неверия. Нам известны случаи, когда люди, воспитанные в исламе, принимали христианство по причине страстной влюбленности. Когда христиане хотели заставить пленника принять христианство, они показывали ему красивую женщину и велели ей соблазнять его. И когда он влюблялся в нее, она говорила ему, что подарит ему себя, если он примет ее религию. Вот тогда Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и последней жизни. А несправедливых Аллах вводит в заблуждение. Аллах вершит то, что пожелает. Сура Ибрахим, аят 27. И влюбленный, и объект его любви поступают несправедливо по отношению друг к другу, помогая друг другу в совершении мерзости. При этом они притесняют самих себя. То есть каждый из них поступает несправедливо и по отношению к себе, и по отношению к другому. И при этом совершаемая ими несправедливость распространяется не только на них, но и на других людей. Но величайшая несправедливость с их стороны предавание Аллаху сотоварищей, ширк. В некоторых случаях страстная влюбленность влечет за собой все виды несправедливости. Если объект любви не боится Аллаха, то он может привести влюбленного к погибели. И это будет проявлением несправедливости, завлекая его, украшаясь для него и всячески призывая его к себе, дабы заполучить его имущество и получить пользу от него. И при этом не позволяя ему удовлетворить свое желание, дабы у него не пропал интерес и заставляя его страдать. И влюбленный может дойти до того, что убьет объект своей любви, дабы исцелиться от своей зависимости, особенно если увидит, что тот проявляет явный интерес кому-то другому. Сколько людей погубила страсть, сколько блага уничтожила она, скольких богатых сделала бедными, скольких лишила высокого положения, скольких разобщила, сколько чьих-то жен и детей погубила она. Разумный человек не должен позволять страсти к творениям управлять им, дабы это не привело к упомянутым скверным последствиям или к некоторым из них. Кто же поступает так, тот небрежно и несправедливо относится к собственной душе. И если она погибнет, то погублена она будет им самим. Ведь если бы он не обращал взор свой на лицо объекта своей любви раз за разом, и не упивался мечтаниями о связи с ним, то страсть не смогла бы утвердиться в его сердце. Ведь поистине первейшей причиной страстной влюбленности становится то, что человеку нравится в другом то, что он увидел или услышал. Если это не сопровождается желанием вступить в связь с данным человеком, или же человек уверен, что это невозможно, то стадия страстной влюбленности не наступает. Если же эта симпатия сопровождается стремлением к связи, однако человек гонит прочь мысли об этом и не занимает этим свое сердце, то с ним ничего не случается. Если же человек много думает о прелестях объекта своей симпатии, однако происходит это на фоне страха, который перевешивает для него наслаждение от связи с данным человеком, например, страха религиозного, боязни попасть в огонь, навлечь на себя гнев могущественного и увеличить бремя своих грехов, и этот страх побеждает это желание и эти мысли, то стадия страстной влюбленности также не наступает. Если же такого страха нет, но есть страх мирской, например, человек боится за свою жизнь и свое имущество и опасается лишиться своего высокого положения и авторитета и уронить себя в глазах тех, кто ему дорог, и этот страх побеждает посыл страстной влюбленности, то он отталкивает ее. То же самое происходит, если человек боится потерять то, что он любит больше объекта своей симпатии и что приносит ему больше пользы. Если он предпочтет это объекту своей симпатии, то тем самым оттолкнет от себя страстную влюбленность. Если же все эти препятствия отсутствуют или же любовь к объекту симпатии побеждает их, то сердце всецело устремляется к нему и душа неудержимо склоняется к нему.